Ирина, что сейчас входит в вашу зону ответственности в Перекрёстке? Развитие всех категорий фреш. Это значит молочный гастроном, мясной гастроном, очень сложная тема пекарня, заморозка и кондитерские изделия фреш. Вы здесь как эксперт в сессии с кондитерскими изделиями выступали, поэтому предлагаю на эту тему поговорить. Давайте так, насколько сейчас это обширная категория для сети в принципе? В цифрах может быть в каких-то... Это не самая обширная категория, но тут, если говорить в цифрах, она будет категорией малышкой. Но если подумать об этой категории с точки зрения притяжения и с точки зрения дифференциации, то эта категория крайне обширная и крайне глубокая. Потому что ведь тортики, тортики это то, что дарит нам удовольствие. Это за тем, чем мы идём в магазин. Это то, что мы хотим выбирать. Это то, что даёт нам повод немножко улыбнуться и получить удовольствие от того, что мы идем. Кто потребитель основной этой категории? И поменялся ли он как-то, скажем, за последнее время? Или там всё стабильненько? Ну, на самом деле, мы начали менять категорию эту в перекрёстке весной этого года. Потому что до этого мы думали, что она как раз из тех категорий, которые всегда стабильны. Ну, такие люди, которые привыкли есть привычные торты, едят Наполеон с времён победы Наполеона или поражения, смотря какую битву брать. Оказалось, что всё не так. Оказалось, что это очень модная категория. И очень много трендов, которые влияют на развитие рынка, в том числе тренды любви к баназии, которые толкают развитие определённых направлений готовой еды, тренды на правильное питание, тренды на вкусные перекусы. Они точно так же важны и для категории кондитерки. И оказалось, что эта категория уже давно не категория возрастных людей. Оказалось, что для молодёжи это тоже очень интересная категория. Просто они её воспринимают немножко по-другому. Ну, например, очень модный тортик бента – это не просто тортик, а это повод сказать любимой девушке «Я тебя люблю» через вкусное, через надпись на торте. Ну, например, трайфл – это повод побаловать себя сладким, даже если ты ограничиваешь количество вредных калорий и ведёшь здоровый образ жизни. Ну, например, ложковые десерты, лёгкие, муссовые – это история о том, как мы проводим вечер с таким хорошим, игристым вином и при этом не перебираем с тортом. А ещё есть семейные истории, целый огромный пласт детской истории. Поэтому она очень многогранная, многослойная. И она уже давно не то, о чём мы думаем, когда говорим «тортик». Это не просто торт на день рождения. Это то удовольствие, которое может сопровождать нашу жизнь. И что, получается, вы, глядя на всё вот это, сделали? Мы решили пойти очень таким путём быстрым. И решили, что слишком давно мы не меняли полку «Перекрёстка». И в начале лета, не в сезон, поменяли 60% полки. И сказали, что 60% нашей полки – это будет полка дифференцирующего ассортимента. Мы построим ассортимент, который отвечает всем новым трендам. Мы покажем, что сейчас могут современные кондитеры. Мы дадим в прямой доступности знаменитых трясущихся панакотиков, за которыми дети стояли по 2 часа этой зимой в кондитерских. Мы расскажем о восхитительных муссовых лёгких темах. А ещё мы решили, что у нас появятся торты-герои, которые серьёзно отличаются от того, что есть в целом на рынке. Ну, например, чистым составом. Это сложно, но это важно, потому что огромное количество потребителей хотят чистый продукт. И даже в условно вредном тортике. Даже если мы готовы принять, что мы едим сладкое, мы не хотим есть другое вредное в составе этого сладкого. Мы хотим, чтобы это было условно полезно, ну или хотя бы не вредно. Поэтому 60% ассортиментной матрицы мы поменяли. И оказалось, что это правильно, потому что, когда мы наблюдаем за сменой нашего потребителя, мы видим, что основная масса сейчас наших потребителей – это люди возрастом от 18 до 45 лет. И это важно, потому что… Помолодела аудитория. Аудитория помолодела. И это интересно, потому что мы сейчас чувствуем себя на одной волне с нашими покупателями. То есть вы угадали, получается, с моделью вот этого потребления, с предложениями своими? Я надеюсь, да, потому что средняя оценка в прошлом году полки кондитерской в «Перекрестке» была 4,71 балла. А в этом году у нас уже 4,83. Значит, нашим покупателям нравится то, что мы делаем, и они выбирают нас. У нас сейчас в чеке не один кондитер, не одно кондитерское изделие, а один и два. Это значит, что покупатели выбирают больше, чем один тортик и берут его с нашей полки. У нас вырос средний чек в тортиках на 6%, а в пирожных на 3%. И кроме того, я уже это упоминала, мы видим приток молодых покупателей в размере более 40%. Это очень важно. Поэтому мы очень оптимистично смотрим на то, что мы делаем. Нам кажется, что мы нащупали правильный путь, когда решили, что тортики – это не классическая категория, а модная категория. Вы уже упомянули, что люди хотят чистый состав. Что с производителями? Насколько сложно найти исполнителя для такой идеи? Вот очень хороший вопрос. Действительно сложно. Мы, когда понимали, что надо все перестраивать, мы понимали, что будет сложно. И мы начали наши изменения с центральной России, потому что здесь все-таки больше производителей. И пошли на смелый шаг. Мы прервали контракты с несколькими производителями классических масс-маркетовых кондитерских изделий. И стали сотрудничать с некрупными или средними, с маленькими и средними производителями, которые больше работают с крафтовыми тортиками. Вот как раз они умеют делать такие торты с чистым составом. И как раз они умеют быстро подхватывать тренды. Была большая сложность, потому что все-таки они жили в своей парадигме, когда больше работали на маленькие сети или сети кондитерские. И тут пришли мы с нашим большим количеством магазинов. Мы вместе придумали такую историю, которая называется «Наши техзадания» на разработку новых продуктов. И вот мы вместе стали это делать. И сейчас мы достаточно быстро выпускаем на рынок, на нашу полку новые продукты. Сложно ли это? Да, сложно. Но вот эти новые производители, видя интерес достаточно крупной сети к ним, они тоже очень активно растут. Они модернизируют свои производства, они начинают новые линейки, они усиливают свои команды R&D. И это очень хороший тренд, который случился с нами сейчас. Мы, конечно же, не успокаиваемся на центре, идем в регионы, потому что регионы присутствия перекрестка – это практически вся страна. Там сложнее, там меньше производителей, но мы пока не складываем руки. Мы точно не пока вообще не будем их складывать. Мы будем искать тех, кто готов идти с нами вот в такую уже однозначную историю обновления полки кондитерки. Ну, торецкованный шаг, получается, опереться на тех, о ком… А это известная компания, производитель? Или на что вы ориентировались, когда все-таки их выбирали? Кто-то менее известный, кто-то более известный. Мы ориентировались на то, что они умеют делать. Мы ходили в кондитерские… Да, мы съели миллион тортиков. Миллион. Я не знаю, как мы сохранили фигуры. Наверное, увеличили. Я точно увеличила количество посещений фитнеса в неделю. Мы ели, мы пробовали. Мы меняли крем, убавляли сахар, улучшали текстуру, убирали ненужные элементы. Но на самом деле, я не могу сказать, что мы забыли больших производителей. Очень приятно, что сейчас… Ну, они сначала были не готовы к тому, что мы делаем, а сейчас у нас уже появляются очень интересные предложения для создания наших ЭТМ. И от крупных производителей они тоже готовы меняться. И многие из них признают, что немножко забыли, что тортики – модная история. И ушли слишком глубоко в классику. А сколько сейчас, получается, СКЮ составляет ваша полка? Ну, это зависит от величины полки. У нас есть магазины разных форматов. Но в среднем это порядка 120 СКЮ. Это вот именно на фреш кондитерской полке? Да. А как вы их продвигаете? Понятно, что вы попали в тренд, дали то, что надо, но нужно, чтобы люди узнали о том, что это у вас есть. Что вы делали? Ну, мы, конечно, начали думать о том, чтобы продвигать это все в онлайн. И наша прекрасная команда маркетологов придумала, сейчас будет анонс, потрясающую программу продвижения. Мы ее пока не выпускали, потому что мы ждали все-таки сезона кондитерки, а он начнется тогда, когда наступит более холодная погода, то есть осень и зима наше время. Это будет очень интересно. Это будет и радио, это будут и билборды, это будет поддержка телевизионная. Мы начнем рассказывать, какая потрясающая коллекция тортиков на любой вкус. И обновленная классика в том числе появилась в Перекрестке. А еще мы придумали такую фишку, которая называется карточка-бомба. Мы, наши герои, сопровождаем карточкой на полке, для того, чтобы, когда вы приходите к нам, вы могли прочитать и увидеть, а что же будет внутри этого нового тортика. Нам кажется, это важно. Мы таким образом пытаемся сделать так, чтобы полка разговаривала с нашим покупателем. А про производителя рассказываете? Сейчас мы пока рассказываем про сам тортик, потому что мы сейчас на этапе раскатки и ознакомления покупателя с новым ассортиментом. А дальше, конечно, будем рассказывать о наших производителях и делать новые коллаборации. Мы совершенно точно хотим, чтобы наш покупатель знал тех, кто умеет производить такие потрясающие вещи. Ну и мы, конечно, пойдем глубже с ними в наш СТМ и ЭТМ. На чем еще вы и ваша команда будут фокусироваться в ближайшее время в отношении, может быть, не только кондитерского направления, но и у вас наверняка какие-то проекты и в смежных категориях есть? На дифференциации. Понимаете, для нас это очень важно. Мы сейчас делаем в пекарне удивительную вещь. Мы меняем структуру ассортимента очень серьезно. Приходите за нашими модными хлебами. У нас, например, появились гречишный, кукурузный. У нас появился уникальный монш, который хлеб с собственным именем и собственной историей. Потрясающий тартин, за которого даже жадные американцы в 80-х годах платили 9 долларов за булку и стояли в очереди. У нас появились очень правильно питательный, кукурузный. Уже упоминала гречневая и тыквенная булочка. Мы считаем, что наступил период, когда наш потребитель хочет находить на полке не что-то наевшее скомину. Не то, что ты покупаешь каждый день много лет подряд. Мы считаем, что мы должны все-таки удивлять. Мы должны открывать новые возможности. В мясном гастрономе мы тоже готовим новый выход коллекции. У нас теперь коллекции. То есть будем обновлять тривиальную колбасу и предлагать что-то новое. В молочном гастрономе мы очень серьезно раздвигаем линейку, которую хотят наши покупатели. А это все-таки безлактозка. Потому что, увы и ах, люди вынуждены очень часто покупать безлактозные продукты. Ну и, конечно, высокопротеиновые продукты. Мы очень серьезно работаем с этой линейкой и будем ее расширять. Конечно же, мы помним о правильном питании. Наша команда СТМ готовит новое видение, новые подходы. И это будут стопроцентные продукты для правильного питания. Я сама очень жду этих выходов, потому что уже видела планы. И мне кажется, что это потрясающе. С вами совершенно невозможно разговаривать до обеда. Спасибо большое. Желаем удачи во всех направлениях, которыми вы сейчас занимаетесь. Спасибо вам. С вами всегда очень приятно разговаривать. Субтитры сделал DimaTorzok